Всем привет! Это Пуровида с Настей. Сегодня я хочу рассказать о том, как мы покупали машину в Америке. Вообще, мы не собирались этого делать в ближайшее время, потому что в штате Вашингтон жили в таком месте, где и работа, и магазины, и больницы, и разные организации, все было в пешей доступности. Мы даже общественным транспортом там редко пользовались, хотя в этом штате он просто отличный, по крайней мере в округе Кинг-Каунти. Даже когда я пошла учиться на права, мы просто ради интереса смотрели, где и как продают машины в Америке, чтобы купить как-нибудь потом. Найти себе автомобиль здесь можно в самых разных местах. Во-первых, конечно, в салонах. Там продаются новые и с небольшим пробегом автомобили. Салоны предоставляют гарантию и сервисное обслуживание в течение определенного времени. Цены здесь, конечно, высокие, но можно взять машину в кредит на несколько лет или в лизинг, то есть в долгосрочную аренду. Говорят, в Америке получить кредит на покупку автомобиля совсем несложно, если имеешь стабильный доход и хорошую кредитную историю. Во-вторых, большой выбор автомобилей предлагают дилершипы. Там продают б.у. машины. Цена зависит от пробега, от состояния. Обычно никаких гарантий они не дают, но зато с ними, говорят, можно поторговаться. Узнать о дилершипах можно из интернета, из рекламных газет или просто увидеть их на улице. В нашем городе они располагались прямо вдоль трассы. В-третьих, купить машину можно через друзей и знакомых. Например, нам, даже незнакомые, можно сказать, первые встречные украинцы, пару раз давали телефоны продавцов, к которым можно обратиться. Хотя мы не просили их об этом. Просто здесь все уверены, что без машины никак. И поэтому, когда узнают, что ты пешком, сразу пытаются хоть чем-то помочь. Кроме всего перечисленного, существуют еще автомобильные аукционы. На специализированных сайтах можно за небольшие деньги стать владельцем отличного авто, если повезет. Но способ этот рискованный, потому что ты покупаешь, по сути, кота в мешке. И подходит не каждому. Ну а мы свою машину нашли в интернете. Хотя мне кажется, она сама нас нашла, поскольку мы особо не искали. Мельком посмотрели, что продают на маркетплейсе в фейсбуке, на крейт-листе. Увидели, что объявлений море, есть и от частников, и от дилершипов. Решили, что в пределах 5000 долларов, которые у нас имелись на счете, мы всегда найдем, что выбрать. И отложили поиски. Тем более, что я никак не могла определиться, какую машину мне бы хотелось. Chevrolet Tahoe или Volkswagen Juke. Ford Mustang или Mazda Miata. Единственное, что знала точно, автомобиль должен был быть необычным и надежным. В тот день, когда я сдала экзамен по вождению, открыла крейк-лист и увидела там объявление, добавленное буквально вчера. Ford Mustang, премиум комплектации 2005 года от собственника. Цена 4000 долларов без торга. Находится в нашем городе. Качественные красивые фотографии мне очень понравились. И захотелось увидеть автомобиль живьем. Просто посмотреть. Мы позвонили хозяину и договорились о встрече на завтра. На следующий день я получила права в департаменте лицензирования и мы пошли смотреть машину. Проходя мимо нашего банка, подумали, а не снять ли нам на всякий случай деньги. Вдруг в ближайшее время все-таки соберемся покупать автомобиль. Кэшем проще рассчитаться с любым продавцом. И с частником, и с дилером. Короче говоря, на встречу мы пришли. Уже с деньгами. Припаркованную у какого-то офиса машину мы увидели издалека. Хозяин отметил, что ее сложно потерять на парковке. Он, кстати, оказался очень приятным, интеллигентным американцем, вызывающим доверие. Рассказал, что раньше на этом автомобиле ездила его жена, но с появлением второго ребенка пересела на вэн, и мустанг теперь стоит никому не нужный. Поэтому она решила с ним расстаться, уже даже всплакнула по этому поводу. Машина мне очень понравилась. Хозяин отлично подготовил ее в продаже. И внутри, и снаружи все выглядело как новое. Все приборы работали. Даже запах в салоне сделали как у новой. И это при том, что пробег на момент покупки был 109 тысяч миль. Но нас это не смутило. Мы где-то читали, что для мустангов это еще нормально. Я рассмотрела машину снаружи, посидела внутри, понажимала кнопочки, прокатилась, поняла, что это мое, что больше мы ничего проверить не сможем, так как особо не разбираемся. И мы решили покупать. Хозяин сказал, что дилершип оценил его машину в 6-7 тысяч долларов. Но он захотел продать сам, без посредников. Подешевле и побыстрее. Еще он снизил цену, потому что не прошел техосмотр, когда пробег достиг 90 тысяч миль. И стоит это долларов 500. Поэтому финальная цена 4 тысячи. Мы для порядка попросили скинуть нам 100 долларов. Он согласился, и мы тут же на капоте оформили все бумаги, которые у хозяина были приготовлены заранее. А именно, тайтл, документ, подтверждающий право владения машиной, и билл оф сейл, документ для оформления передачи права собственности. Оба документа остались у меня. Мужчина получил деньги, довез нас до дома, уже на нашей машине. За ним приехала жена. Мы попрощались, и на этом сделка купли-продажи закончилась. В тот же вечер в интернете я оформила страховку на машину. Поскольку права у меня были только-только полученные, опыт вождения никакой и возраст меньше 21 года, страховка в самой дешевой компании обошлась мне совсем недешево. 198 долларов в месяц. Теперь оставалось только зарегистрировать машину и получить номера. В штате Вашингтон для этого сначала нужно пройти эмиссион-тест, то есть проверить безопасность и норму СО2 в выхлопных газах. Поэтому уже на следующий день после покупки мне пришлось ехать самой в соседний город по сложным дорожным развязкам. Одну из них мне удалось преодолеть только с третьего раза. Постоянно сворачивало не туда. Поэтому вместо 20 минут, как обещал Google, на дорогу ушло все 40. Но до специально оборудованной станции мы все-таки доехали. Тест стоил 15 долларов и занял минут 5 времени. Данные о том, что мы все прошли, сразу занесли в систему. Кстати, для того, чтобы спокойно ездить без номеров, мы предварительно в департаменте лицензирования транспортных средств за 32 доллара оформили еще пермит, то есть разрешение на вождение. Выдается он на 3 дня, потом можно продлить, если есть необходимость. Точно не знаю, является ли он обязательным, но мы вот сделали на всякий случай. На следующий день после прохождения теста мы снова поехали в тот же департамент лицензирования транспортных средств с документами для регистрации. Нужно было принести старый тайтл, документ о продаже, bill of sale и мой ID. Информация об эмиссион-тесте уже была у них в компьютере. Я заплатила пошлину за регистрацию и налог с продаж, величина которого зависит от стоимости машины, ну и от штата, конечно. У нас все эти платежи составили в целом 548 долларов. Сразу после оплаты в том же окошке мне выдали документы регистрации и номера с наклейкой об оплате налога. А новый тайтл пришел примерно через месяц по почте. Вот так неожиданно быстро мы купили нашу первую машину в Америке и вместе с оформлением и страховкой потратили в результате 4693 доллара. Кстати, техосмотр, о котором говорил хозяин, мы прошли бесплатно. Но об этом в одном из следующих видео. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!